Пока участники призовых дистанций разминаются и тренируются, пример всем подают известные спортсмены, депутаты и министры. Этот спортивный фестиваль Михаил Игнатьев не пропускает на протяжении многих лет. Вслед за ВИП персонами на дорожках стадиона вышла четвертая лазь. Те, кто обычно наблюдают за спортивными баталиями, со стороны. Раз в году и сами борются за медали и кубки. Это не только праздничное событие, то есть не только праздник, а само мероприятие обязательно спортивное состязание. И это отличает именно эти соревнования. У нас самая молодая команда, 32,5 года, средний возраст министерства. Забеги были. Говорят, даже сегодня кто-то бегал. Разминались не только в Министерстве информационной политики. За несколько дней до эстафеты в редакциях газет, радиостанций и телеканалов формировали свои команды. Спортсмены национальной телерадиокомпании были не так далеко от победы. Но на пьедестал почета подняться все же не удалось. Улучшить результат пообещали в следующем году. В следующем году поднажмем, будем тренироваться уже усиленно. Эстафета юбилейная. Она проводится в 75-й раз. В этом году фестиваль прессы собрал в одном месте около 2000 человек. Сюда на стадион Олимпийский попадают самые лучшие призеры отборочных этапов. Они проходили в каждом районе под эгидой местных газет. В финал пробились 300 команд. Ветераны, представители столичных предприятий, журналисты и даже школьники. Весь чувашский народ ведет здоровый образ жизни. То, что журналисты сегодня тоже вместе с жителями Чувашской республики ведут не только здоровый образ жизни, но и позиционируют спорт, занимаются пропагандой. Это очень важно для воспитания, для того, чтобы люди на самом деле следили за собой, чтобы были всегда в форме и красивы. За награды боролись и семейные сборные, причем на дистанцию вышли и знакомые лица. Семья Политаевых уже не первый год участвует в спортивном фестивале. Правда, на высшую ступень приестала они не поднимались никогда. Взяв бронзу, в прошлом году пообещали результат улучшить. Тренировки пошли на пользу. Мама, папа и сын выбились фавориты. Мы каждый год выступаем. В этом году особенно хотели выступить и выиграть, потому что мы выступали каждый год, третье место занимали. В этом году мы первое место заняли. Мы очень рады, мы долго готовились, поэтому очень довольны. Эссафета прошла на одном дыхании. Приигравшие через год обещали выиграть, а победители отстоять первое место. Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика.